Внеочередной хам трамвайной обнаружился вчера в Нижнем Тагиле при попытке сэкономить немного на оплате проезда внутри теплого вагончика на мягком крестнице. С 1 июля этого года такое удовольствие стоит здесь 22 рубля, а молодой человек рассудил так, что общий уровень комфорта как-то не дотягивает до этой гигантской суммы, а вот ровно 20 рублей это в самый раз, 20 и дал кондукторше, а та почему-то не взяла и не дала билета. Ещё, говорит, 2 рубля гони, а то никто никуда не поедет. Слышите, как вы меняете? На подъём стою, меня плачет за подъём. Я стоять не буду. Елена, всё стоит, пока не выйдет. Выходим, меня плачет. Я ждать тебя подъём. Нечего заберем от вас сам. Кондукторша упорно препятствовала воплощению отличной, казалось бы, идеи юнца по экономии денег и настойчиво обращалась к усидчивому юноше всё с тем же приложением. Отваживайся на донецке. Зайди уже. Где дал тебе? Вот ты иди уже, билет, билет, билет. Висни. Так быстро, на выход. Что это, фанство? Ещё его терпи, нашибись. Вроде я за него запрошу. Не надо платить за него. С мачехами ещё сидит герой такой. Ещё платить за него. Я заплатила. Билет предъявите. Так ты мне билет не дала, ты чё? Что значит, ты чё не декаешь? Я с тобой тобой разговариваю, а ты срекуешь, сидишь, слышишь? В конце концов, дерзкие разговорчики-недоросли возмутили взрослые, а самое главное, мужское население трамвая, что, в общем-то, и определило скорый исход. Ты ходи к сна. Мама, она тебе ходит. Уважай, что я тебе говорю, ты уважай, взрослый. Слышь, чё, б***ь, у тебя дети появятся, б***ь, будешь уважать, ты понял, б***ь? Кого уважаешь? Чё ты пикнишь-то? Мужской разговор с раскладом ситуации по полочкам мальца, видимо, впечатлил. Потому что после очередного женского вопля отчаяния его юное сердце не выдержало. И он добавил такие те самые два рубля, и всё заверте. Ну давай выходи, выходи, мы же тут старенько. Поехали. Ты же маме своей не тыкаешь, б***ь. Так оно? Я всё прекрасно. Большое.